Очень рада, что вы пришли, так рано утром, мне очень приятно. Начну с того, что мне часто задают вопрос, какова моя миссия на этой земле? Вопрос простой, но для многих он очень сложный. Вот на экране, это мои символы нашей миссии на земле. Флаг прекрасный, герб мать и дитя, это я в молодости, и гимн. Я его сейчас вам зачитаю, он очень короткий, петь не буду. Сделай шаг к здоровью, умный человек, сделай шаг вперед в свой счастливый век. К звездам поднимайся, не смотри назад, в прошлом оставляй боль и грустный взгляд. Крепкие объятия миру распахни, честного товарища дружбой поддержи. Стань опорой для того, кто душой ослаб. Всему свету покажи мужество талант. Подари семье любимой верность и тепло. А земле великой русской защиту и добро. Слова очень-очень простые, но это слова, которые идут из сердца, из души. Продолжу дальше. Люди, которые занимаются целительством, обладают, как говорят, сверхспособностями, обучаются в каких-то школах. Я вас сейчас познакомлю со своей школой. Вот эта школа, храм, он находится в набережных Челнах. Впервые в 2010 году со мной произошло начало чуда именно в этом храме. Тогда я еще не понимала, что это. В течение трех дней я приходила туда. Происходили невероятные события возле мощей Серафима Саровского. Именно возле его мощей. Прошло время. И в 2013 году я поехала отдыхать в санатории. Он находится у нас в Сатарстане. Вот. Это пирамида, не санаторий. Я приехала туда и увидела там пирамиду. И 6 октября 2013 года вечером я в нее зашла. И вот то, что было в храме, продолжилось в пирамиде. С невероятной силой, с невероятными состояниями. Кому интересна моя история, можно послушать на канале Экстра у Дениса на моей странице. Свидетелей тому масса. Вплоть до администрации санатории самого директора. То есть там происходили невероятные вещи. Если коротко сказать, когда я заходила в пирамиду, я входила в какие-то... Тогда мне были странные состояния. И я чувствовала, как вся пирамида наполнена мощной мужской энергией. Доброй, справедливой, строгой, но очень мне родной и близкой. Когда я вернулась домой, все продолжилось дома. Так было пять месяцев. Каждый день мое тело самостоятельно выполняло различные гимнастики. Это были элементы цигун, как я позже узнала, пять тибетских жемчужин, йоги. Через пять месяцев началось то, к чему не была готова ни я, ни мои близкие. В моей голове стали происходить очень серьезные тяжелые изменения. Продолжались они 3-4 недели. Когда я стала выходить из этих состояний, я вдруг поняла, что я становлюсь другой. Первое. У меня стала активизироваться леворукость. Я всю жизнь была правшой. Мой организм стал дышать по-другому. До сих пор мой организм дышит дыханием, которое я называю резервное дыхание. У меня стали уходить мои хронические болезни. Больным человеком я никогда не была, но у меня были многолетние с детства головные боли и тяжелейший сложный тик. У меня стало меняться питание, образ жизни. Мой организм одномоментно отказался от мяса, но перешел на другие продукты. Включил много рыбы, много яиц. Прошло время, несколько лет, рыба ушла. То есть организм мой самостоятельно отказался от тяжелых продуктов. Я не призываю их бросать, потому что это должно произойти внутри вашей системы. Четыре года назад включилась программа воды. Я всегда очень мало пила воды. И вдруг чувствую, что мне хочется пить. Все началось с двух литров, дошло до 15 в сутки. И днем и ночью мой организм просил немножко водички, поглоточку. У меня промылся организм, и почти в 50 лет, 50, какой 50? 50 с лишним, мне уже 56. Я почувствовала такую легкость в теле, которая не была в молодости. У меня ушла моя сухость кожи, которая мучила всю жизнь. То есть я поняла, работают вот эти программы самостоятельно и естественно. Вот эта великая пирамида, да, она небольшая и скромная, но сила в ней невероятная. Поэтому не зря по всему миру строились пирамиды. Теперь я как практик знаю для чего. Ну, конечно, встал вопрос, что со мной, что с этим делать. Было всякое, было тяжело. От меня отвернулись почти все. Жизнь хорошо все это показала, кто на что у нас способен в такие моменты. Я приехала в Москву, пришла в институт неврологии, прошла там исследования. Мне сказали, психически я здоровая, такие случаи в истории известны, у вас открываются. Это природные целительские способности. Дальше я познакомилась с очень известным ученым. Это Кайокина Ольга Ивановна. Она более 60 лет на сегодняшний день изучает сверхспособности человека. Ученый, который уважала Бехтерева, ученый, который известен по всему миру. Вот у нее я прошла исследование. Она мне снимала электроэнцефалограмму головного мозга, объяснив, что если у вас действительно есть эти сверхспособности, работа вашего мозга покажет. Показала. Я получила от нее надлежащие документы и с 2016 года стала вести свою практику как целитель. Вот это документы исследования, которые я получила Ольге Ивановне. То есть то, что я рассказываю, подтверждено научно. Теперь я расскажу о методике, по которой я работаю. Я ничего не придумываю сама. В нас вложены эти программы, эти способности в каждом из нас. Так случилось, что меня стал развивать высший духовный мир. Я 7 лет не говорила, теперь говорю. Один из моих великих учителей – святой Серафим Саровский. Работаю я с 2016 года. Что же это за методика такая? О чем я сейчас вам расскажу, давно доказана наукой. Недавно, недавно. К этому все ближе подходит, но уже во многих странах никакого чуда здесь не видят. В России пока еще так люди с недоверием, этого не может быть. Мы все имеем программы в голове, у нас мощная нейронная сеть и связь. Мы все с вами связаны нейронной сетью. И мы с вами все действительно братья и сестры, и по крови мы одинаковы. Это правда. Так вот, мой мозг теперь может запускать мощнейший сигнал, которому не нужно знать, как вас зовут, как вы выглядите. То есть что-то работает как навигатор. Я работаю на любом расстоянии, мне не важно, где находится человек. Плюс я не использую никакую связь, то есть мне не надо ни видео, ничего. Я консультирую человека, мы телефоны выключаем, я начинаю работать. Я работаю с людьми, которые находятся без сознания, например. Я с ними работаю, у них включаются эти программы. То есть вот такой мощный сигнал. Что же делает этот сигнал, что же делают эти программы? Мы все с вами должны быть здоровыми, мы все с вами должны быть красивыми, мы все с вами должны жить, а не начинать стареть уже после рождения. Все это в нас есть. И вот мой опыт работы моей показал и показывает, насколько мощная эта программа, насколько она удивительно может работать. Плюс еще один имеется, очень большой. Когда человек принимает мои сеансы, ему не нужно предпринимать никаких усилий во время сеанса. То есть не надо концентрироваться, сосредотачиваться, пытаться настроиться, визуализировать. Как я говорю, ничего не надо делать. Лежите. Я всегда рекомендую такую позицию, сеанс идет час. Все, что нужно, будет делать ваша программа. И она делает, она творит чудеса, но не магические, как это порой принято говорить, чудеса, которые в нас заложила эволюция, Господь Бог, Матушка Природа, кому как удобно. Вот сейчас я вам показываю фото. Поражает меня то, что есть люди, которые излечиваются, исцеляются быстро. Есть люди, с которыми нужно работать и работать. Но, как я говорю всегда, не важно, сколько времени, важно, что вы выздоравливаете. Вот эта нога женщины, которая живет в Италии, ей 65 лет, мы стали заниматься. И посмотрите ее стопа. Буквально за 8-9 сеансов, как она изменилась. Это не фотошоп, это настоящие фотографии. С этой женщиной, если желание, можно связаться. Настолько может идти вот этот момент восстановления, регенерации, обновления. Это женщина с заболеванием розоцео. Вот это тоже буквально месяц-полтора мы занимались. Вот такой у нее хороший был результат. Вот так удивительно работает наш организм и лечит нас без применения каких-то, знаете, извне лекарств и что-то еще. Идет естественный внутренний процесс, у которого нет никаких побочных эффектов. Вот это самое главное. Это женщина с лапецией. Мы эти фотографии стали делать, когда у нее пошел рост волос. Ну, тут мы видим, да, очаговая лапеция, по всей голове у нее были эти очаги. Вот так, опять же, несколько месяцев мы занимались. Я всегда фиксирую такие и удивляюсь, как у вас быстро у некоторых людей могут идти восстановления. Вот это здесь, видимо, уже рост волос прекрасный. Жаль, вот что я показываю, эти люди никто не довели результат до совершенного, так сказать, момента. Вот это моя подруга, у нее было образование на виске, тоже фотографию попозже сделали, но видно до, да, какое было образование. Мы занимались несколько месяцев. Оно у нее просто сошло в виде корочки и осталось вот такое в виде родимого пятна. А вот буквально, когда я собралась сюда ехать, это Марина Уткина, мы занимаемся с ней два месяца. Я всегда очень счастлива получать результат от людей, до слез иногда плачу вместе с ними. 13 ноября ей исполнится 65 лет. Сколько у этой замечательной женщины болезней, это невероятно. Она даст интервью, расскажет. И вот на данный момент, позанимавшись два месяца, у нее сахарный диабет, наследственный, 10 лет страдала. И она, у нее осталось, когда я начинаю заниматься, сахар начинает вниз, вверх, вниз, в них такие качели. Потом начинает выравниваться. Я всегда прошу сдавать анализы, все фиксировать, потому что мне все нужно документально. И когда она говорит, Серафима, у меня сахар понижается, я говорю, Марина, продолжаем заниматься дальше, двигаемся вперед. И вот она мне присылает эти документы, и она говорит, врач не поверила, говорит, может быть, скрытый сахар, и послала меня на расширенный. Вот это результат расширенного анализа. Диабета у женщины нет. Плюс у нее инфаркт был, рубец на сердце. Пять лет она дышала, как рыбка, ртом хватало воздух. Буквально на предпоследнем сеансе она говорит, три мощных электрических разрядов сердца, и я стала дышать, как обычный человек. Результатов у меня очень много, прекрасных результатов, но не все люди присылают эти результаты. Что еще хочу сказать? Вот то, что работает в человеке, это очень мощно работает электрический ток. В нас много электрического тока, в общем-то мы электростанция. Но не работает эта программа, не работает, как должно работать. И вот когда я начинаю заниматься, вырабатывается столько электрического тока, что порой он работает так мощно, что человека просто подбрасывает. То есть идет клеточная стимуляция. Те клетки, которые начинают затихать, обезвоживаться, умирать, электрический ток начинает их стимулировать. Почему, например, вот так похорошели ноги у этой женщины? Да потому что наша внутренняя программа, я ее назвала самоисцеление, самодиагностика, простите, в науке это называется скрытые резервы организма, скрытые ресурсы мозга. Она работает на регенерацию, обновление и омоложение. Я люблю заниматься со всеми. Ко мне идут и беременные женщины, и младенчики. Но у меня такой интерес отдельный к людям, так сказать, знатного возраста, за 60, за 70, за 80. Когда, казалось бы, закат пришел, никакой надежды нет, только ждать смерти и, как говорится, дрыхлеть, дрыхлеть и пить таблетки. И вот работая с такими людьми, я говорю, вы видите, какой у вас внутри потенциал, вы видите, сколько в вас заложено. И когда вот такой зрелый человек начинает чувствовать себя молодым и легким, когда он понимает, что я еще буду жить, потому что вот у нас много говорят о долголетии, да, я высказываю свое личное мнение. Я говорю, я не хочу жить до 100 лет, ходить крючком, кряхтеть, чтобы быть обузой себе и людям. 60 лет я хочу уйти на своих ногах. Поэтому говорить, ой, он прожил 120 лет, при этом, значит, ничего не может, он сам-то уже уйти хочет. Да не может, что он может с собой сделать? И вот задача, заложенная программа, которая в нас, она справляется, она дает человеку вот это и говорит, ты видишь, человек, я могу, ты только мне не мешай. Начинает меняться порой питание. Включается также программа воды. Также включается резервное дыхание, оно заложено в каждом из вас. Что же это такое резервное дыхание? Все эти годы я наблюдаю за собой, наблюдаю за людьми, с которыми занимаюсь. И говорю, вот давайте мы посмотрим вообще на нашу планету Земля, да, она, в общем-то, всегда живет в тяжелейших условиях, да, мы с вами понимаем. Магнитные бури, гравитация меняется, все время, знаете, влажность повышается, понижается. И вот это резервное дыхание сформировалось, потому что человек должен, его программа, она должна понимать, где плохо и регулировать. И вот мой, и у других людей, ну, я говорю сейчас про себя, потому что у меня работает 24 часа в сутки, включается, выключается, жара, зима, мороз, холод, ночь. У меня может мощно включаться, может тихо, может несколько часов не работать. Поэтому у меня выровнялось давление, у меня всю жизнь было пониженное давление. И я тогда еще не понимая, мне всегда было всю жизнь очень тяжело проснуться утром рано, поэтому с мужем ругались постоянно. Он встает рано, а я не могу, ты меня убивай, говорю, я не могу встать, я вся разбитая. Это было из-за моего пониженного давления. И вот когда мое давление выровнялось сейчас, я встаю и в 3 утра, я могу сутки не спать, я могу двое не спать, если надо. Я великолепно себя чувствую. Время еще есть? Поэтому я рассказываю вещи реальные, которые проверены, которые можно прощупать. И человек, повторяю, он все время где-то чего-то ищет. Он пьет БАДы, он использует какие-то снадобья, он все время ставит на себе эксперименты. Дай-ка я посижу на голодании, а сейчас я на сухом. И в результате ему все хуже, хуже и хуже. Не в обиду практикам. Я говорю, по факту, много я за свою практику видел сломанного здоровья. Люди используют практики как меню в ресторане. Я говорю, вот вы пришли в ресторан, вы можете попробовать все блюда, если хотите. Ну, правда, может быть, с кишечником что-то потом у вас произойдет, конечно. Там, пожалуйста. Но, когда вы начинаете заниматься какими-то практиками, выберите, выберите одно и работайте. Потому что, когда вы начинаете что-то использовать себе и практиковать, работает ваш головной мозг. И вот все эти наши нейроны, альфа-бета, что там у нас функционирует, это как приемник. Знаете, вот настраиваешь его, и он то шумит, то еще чего-то. И вот волну ты вроде бы нашел и слушаешь. Вот так же происходит в нашей голове. Поэтому, когда люди ставят эксперименты над своим здоровьем, они укорачивают себе жизнь. Я всегда говорю очень откровенно, я всегда говорю правдиво, потому что ко мне идут люди с тяжелейшими заболеваниями после различных практик. С тяжелейшими. И я всегда говорю честно, открыто. Ваша проблема в том, что вы хотите все и сразу. Вы хотите быстро. Так не бывает. Почему люди излечиваются, принимая мои сеансы? Потому что бессмысленно. Вот вчера мы с девушкой познакомились. У девушки есть некоторые проблемы. Я говорю, бессмысленно лечить вашу проблему. Нужно лечить всю вашу систему. И вот программа, когда начинает работать, она работает не с отдельным органом или какой-то проблемой. Она работает со всей системой. При этом она еще и диагностирует. Вы чувствуете, где у вас есть сбой теми состояниями, которые организм вам показывает. У нас в организме все взаимосвязано. Поэтому, если у вас где-то произошел хоть маленький сбой, постепенно рушится вся система. Великий доктор Павлов говорил, лечить нужно всего человека. И вот эта программа, она начинает лечить. Порой мне люди говорят, Серафим, мне иногда бывает смешно. Серафим, у меня в общем-то болезней нет. У меня гипертония, грыжа позвоночника, там и смещение дисков. А так, в общем, я-то человек здоровый. Я говорю, ну вы очень здоровый человек. И вот когда мы начинаем заниматься, я говорю, давайте начнем заниматься. И вам организм расскажет все. И люди удивляются. Он говорит, да у меня там никогда не болело в этом месте. Я говорю, пока не болит. Потому что любая болезнь формируется годами, десятилетиями. И потом уже она наносит свой сокрушающий удар. Следующий момент. Серафима, я думаю, надо попробовать ответить на вопросы наших зрителей. У вас есть еще несколько минут. Можно продолжать. У вас мастер-класс сегодня по программе в 11 утра, поэтому приглашаем наших зрителей и участников. Кому интересно, прикоснуться к вот этим энергетическим сеансам. Как вы их называете, можете поправить меня. И давайте так. Наверное, основной вопрос я резюмирую, слышу. Откуда вы знаете, где эталонное здоровье? Откуда вы знаете или понимаете, к чему нужно прийти? Где вот тот, ну, скажем так, эталонный механизм человека? Так, немножко хочу выяснить. Вы имеете в виду в процессе наших занятий, когда мы занимаемся, к чему нужно прийти? Но на этот вопрос ответ очень простой. Когда человек болеет, когда мы начинаем заниматься, он видит и чувствует свои проблемы. И он сам решает, где ему остановиться по своему самочувствию. Опять же, все тут очень-очень просто. Конечно, если человек серьезное заболевание, вот сидит Нурия, она сегодня опять приехала со мной. Это одна моя из первых клиентов. Мы с ней занимались год. Но если она назовет болезни, какие были, гепатит С, тахикардия, гипертония. Она принимала 13 лет ежедневно психотропные. Как думаете, год позаниматься, избавиться, 7 лет не пьет никакие таблетки? Но она продолжает заниматься, говорит, Серафим, во-первых, она моя ученица, теперь я могу открывать природные целительские способности. Она продолжает заниматься. Она говорит, мне так все это нравится, это ее решение. Поэтому здесь эталон у каждого свой, правильной красоты и здоровья. У кого-то болит, он говорит, мне достаточно, я все равно хорошо себя чувствую. Я всегда говорю так. Вот дойти до этого высшего эталона, я же до него пока сама не дошла, потому что у меня есть морщины и седина, значит, еще пока не эталон. Но то, что я уже получила, еще вот уже такой... Хороший вопрос, хороший вопрос. Вы сказали, вы получили, то есть изначально как бы не было вот этого понимания, не было вот этого знания. Откуда вы получили, как вы считаете, или как это происходит? Попробуйте ответить. Ну как, если я более 40 лет страдала от этих недугов... Нет, я понял, откуда получили этот дар. Получается, друзья, я был на этой самой пирамиде, я в курсе истории, но все-таки хотел бы у Серафима спросить прилюдно. А я уже объяснила, откуда. Если можно... Высший духовный мир, он есть, он существует. Кто это? Кто-то конкретный? А я конкретно назвала святого Серафима Саровского. Я могу еще назвать, но... То есть энергии, получается, или... Знаете, Денис, вот когда говорят энергии, я мало использую это слово, потому что с этим уж вольном мистики много, а я сейчас живу в той жизни, что мистики-то нет никакой. Это все такая живая реальность. Высший духовный мир, где находимся мы с вами, когда уходим, и где находится высшая такая сфера, как мы говорим здесь в жизни, святые. Хорошо, то есть святые, святые. Основимся на этом, Серафима. Мы, естественно, на непознанном пытаемся докопаться, познать. Поэтому вопросы, они будут такого рода. Друзья, у вас есть у кого-то вопросы? Поднимите руки, я подойду спрошу. А может, Денис, быстренько? Давайте вот пару вопросов просто из студии, потому что время ограничено, я начну с вас, потом подойду. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваша программа может помочь абсолютно любым людям с любым диагнозом? Я имею в виду даже самыми тяжелыми, там и раковые, и совсем-совсем. Вот я об этом тоже скажу минуточку. Я еще раз говорю, эта программа самоисцеления заложена в каждом из нас. И помогает она каждому. Но мой опыт опять показал. Есть точка невозврата. К сожалению, она есть. Поэтому и раковые больные ко мне приходят. Рассеянный склероз, он не лечится. Начинается хороший результат. Человек принял 5-6 сеансов и исчез. Я не могу говорить, я говорю за факты из лечения. Я не могу сказать, что я могу помочь человеку избавиться от рассеянного склероза. Он не довел результат. Но видя, что происходило, ну конечно. Вот же я сейчас провела пример с сахарным диабетом. Наследственный. Доброго времени суток, Сиротима. Я Мезин Сухигер, гипновок, регрессовок. У меня такой вопрос. По вашим личным ощущениям, информация, энергия, которую вы используете для того, чтобы помогать другим людям, она содержится в вас или вы получаете ее извне? Вот первый вопрос. Она содержится во мне. Объясню сейчас. Вот Ольга Ивановна Кайокина, когда я прошла у меня исследование, почему я их прошла? Почему у меня стала моя леворукость активизироваться, все эти процессы происходить? Мой организм словно готовился. Когда она проверила, посняла энцефалограмм мозга, она говорит, у вас очень идут мощные сигналы. Это вы излучаете, и вы тоже можете излучать, и вы, и вы, и вы. Но для этого нужно было, чтобы там это включилось. Еще раз уточняю. По вашим ощущениям, то, что вы транслируете, передаете, рассказываете, излучаете, по вашим ощущениям, это находится только внутри, или вы это получаете еще откуда-то снаружи? Это находится в моей голове, а, как вы говорите, снаружи я получаю информацию и продолжаю развитие.